Всем большой привет! Меня зовут Ирина Дрим. Добро пожаловать на мой канал. Спасибо всем, кто вернулся сюда снова. Сегодня у меня распаковка с Wildberries. У меня много покупок и тема Barbie присутствует. Хожу на Wildberries обычно вот с этим шоппером и здесь у меня вот столько покупок. Будет интересно! И хотя я не любительница кукол и отношусь к ним абсолютно равнодушно, но я люблю розовый цвет. Поэтому с удовольствием наблюдаю за этим трендом. На Barbie смотрю на разные образы, которые меня вдохновляются всеми оттенками розового. Но сегодня также будет кроме одежды и товара для дома и аксессуары. Надеюсь, вам понравится этот ролик. Сегодня на мне комплект, который я показывала вам уже в прошлом видео. Также Майка, которая показывала в видео про ламоду с магазина, тоже распаковку. Надеюсь, что вы не пропускаете мои ролики и подписаны на мой канал. Ну а если вы еще не подписались, то добро пожаловать! Подписывайтесь! Мне будет очень приятно. Хотела покрутить тут льдом, но лед весь уже растаял. Что-то добралась я до холодного кофе только к концу июля. Кстати, я вот так вот сижу с открытым плечом не потому, что у меня оно сползло, а потому, что это для меня реально комфортный вариант носки и рубашки. Для меня это то же самое, как высунуть одну ногу из-под одеяла, когда ты спишь. Сегодня у меня не супер разнообразные бренды. Буду смотреть одежду от Top Top. Очень люблю этот российский бренд. Они поставляют свою одежду в адрес вот в таких пакетах и внутри уже дополнительный есть пакетик от бренда. И это у меня мое любимое боди, которое я заказывала и в красном цвете зимой на день рождения и на Новый год, и в черном цвете. Я постоянно использую его в образах, и вот заказала сейчас в розовом посмотреть, какой он будет и какое качество приходит с ВБ. По ощущениям, качество точно такое же. Это я уже чувствую, потому что, ну, как бы имею два таких боди и знаю. Хотя мои два боди, они чуть-чуть различаются. И вот конкретно это боди, оно как мое последнее черного цвета. И здесь есть вот такие перчаточки. Безумно люблю это боди. Действительно суперское качество. И советую покупать конкретно вот этот вариант, а не вот какой у меня красного цвета. Здесь в составе меньше лайкры, и из-за этого они образуются так быстро катышки, как вот в том варианте. Оно больше как будто бы хлопковое, но на самом деле это вискоза. Очень приятное к телу, очень хорошо тянется этот топ и выглядит на плечах и на ключицах просто великолепно. Девчонки пишут, мне для всех вообще подходит то, что это боди, потому что у всех разная грудь и по-разному боди садится. Но я все-таки советую вам заказать и примерить уже на себе, потому что, ну, как по мне, этот вырез, он супер женственный и не слишком откровенный. Такой боди будет классно выглядеть с голубыми джинсами, можно рваными, можно обычными, классическими, прямыми. Также будет здорово смотреться с черной юбкой, ну и, конечно, с юбкой деним с вырезом, тоже будет вообще здорово, думаю, сочетаться. Ну, я думаю, что можно надеть его и с белыми шортами, белой юбкой, белыми джинсами. В целом сочетаний много, розовый цвет достаточно универсален, хотя поначалу, может быть, так вам и не кажется. Следующий барби аксессуар на рекомендации, и это умные розовые часы от бренда Call Me. Огромная команда инженеров и дизайнеров постоянно работают над усовершенствованием функционала и качества, и умные часы Call Me продаются уже более чем в 200 странах мира. Все продукты Call Me имеют сертификацию, и эта модель называется i20. Часы продаются на Wildberries, и представлены они в трех цветах – серебряный, черный и розовый. Ремешок сделан из мягкого силикона, приятный на ощупь, внутри сделан гладким, а с другой стороны есть такие точечки, ну и создается такое ощущение небольшой ребристости. Ой, действительно, такой мягкий силикон. Я думаю, что спокойно можно будет спать с этими часами, потому что у них есть режим отслеживания вашего сна. Внутри встроен трекер сна для анализа ваших фаз сна, а также для контроля биологических часов. В комплект также входит зарядка, инструкция и вот такая наклейка защитная для экрана. Давайте отклеим эту наклейку. Здесь тонкие рамки, стекло сверху и экран 1,32 дюйма. Эти часы помогают вам отслеживать свое здоровье, потому что они измеряют пульс, давление, ваши шаги, которые вы прошли за день, а также уровень кислорода в крови. Внутри встроен круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений при помощи встроенного оптического датчика. Возможно, для кого-то это странно, но чаще всего я ношу умные часы дома, потому что я вечно дома где-то оставляю телефон, допустим, в одной комнате, ухожу убираться в другую или готовлю кушать мою посуду. И реально неудобно, когда приходит какое-то уведомление с приложения или звонок, и мне приходится вытирать руки, ну если говорить о посуде, идти опять к телефону. Часы обладают влагоустойчивостью, поэтому вам не стоит бояться воды во время мытья рук или мытья посуды. Ну и, конечно, брызги дождя они тоже выдерживают. Если вы увлекаетесь фитнесом, занимаетесь спортом и в целом хотите поддерживать здоровье, то эти часы могут стать тоже вашей мотивацией, потому что вы сможете отслеживать, сколько калорий вы тратите. Внутри есть аж 29 различных упражнений, то есть занятий спортом, разных видов. Вы можете выбирать тот, которым вы занимаетесь, включать тренировку, и уже часы будут считывать то, насколько вы назанимались. Ну и самое большое преимущество этих часов перед другими, это то, что они держат заряд батарей от 7 до 10 дней. То есть вы можете их аж столько времени не заряжать при этом, если вы, конечно, не пользуетесь ими 24 на 7. Если вы, допустим, просто получаете уведомления постоянно, если вы отслеживаете свой сон, то действительно заряд будет столько держаться. Умные часы действительно освобождают руки от телефона в определенные моменты, это супер важно, особенно если вы куда-то спешите. Если вы просто гуляете на прогулке, и чтобы не лезть постоянно, не смотреть, что там за уведомления, все это выходит вам сюда на экран на руку, одним взглядом можно посмотреть, есть ли там что-то важное. Ну и также, я думаю, часы будут полезны молодым мамочкам, которые кормят деток и забывают вечно телефон в другой комнате. Можно будет хоть посмотреть, что там мне пришло. Сейчас на Вайлдбери сайте часы можно купить со скидкой 37%, а если вы зайдете со своего аккаунта, то скидка увеличится до 50%. Все ссылочки, как обычно, на вещи оставляю в описании, а также все упоминания, которые делаю в выпуске. Чего ты? И что ты, что ты, киса? Поздороваться хочешь? Или кофе? Для Мэри сегодня вкусняшки в конце видео будут. Уже давно не покупала. Следующий бренд, который я нашла на Ватберис, это Wasteline. Мне очень понравился этот бренд тем, что у них есть классное утягивающее белье, корсеты, а также есть и бюстгальтеры. Я заказала себе утягивающую майку и для вот обзора топ бежевый, так как знаешь, что такие бежевые топы, они пользуются огромной популярностью среди всех девушек. И это такая вещь, которая просто необходима каждой из нас. И я знаю, что тоже получаю вопросы девушек, что реально сложно найти для большого размера груди хороший бюстгальтер, который бы поддерживал, в целом сидел на теле бы хорошо, в нем было бы удобно. И чтобы он был без косточек. Ну и конечно, чтобы он был незаметен под белой футболкой, белой рубашкой, белой майкой. И вот я такой нашла. Девчонки, это просто must have. В общем-то здесь очень толстые такие лямки. Кстати, бренд использует два пакета. Один защитный внутренний, второй, вот как вы видите, ну в общем брендированная упаковка. Здесь тоже она брендированная. Мне как раз мама искала подобный бюстгальтер, она видела мои бесшовные. Она говорит, блин, так удобно, здорово, иногда не хочется чувствовать эти косточки. Но подобных брендов не находила. И вот на проверочке у нас сегодня вот такой топ. И конечно, я уже его примеряла. Он здоровский, мне понравилось как он сидит. Здесь прям такие толстые лямки, поэтому если у вас большой объем груди, эти лямочки однозначно будут хорошо грудь держать и поддерживать. Очень приятная ткань, просто суперское качество. Лив сделан из 90% нейлона и 10% спандекса. И я заказала себе размер М, хотя на самом деле, в принципе, можно было бы и С. Но в М я себя чувствую абсолютно комфортно. Как вы видите, здесь прошита нижняя часть и есть чашечки. То есть, если вы переживаете, что что-то будет просвечивать или все-таки как-то там выпирать, то в этом бюстгальтере вообще ничего такого не будет. Материал очень гладкий, приятный, не раздражает кожу. Если будете заниматься в нем спортом, то влага не будет скапливаться под ним. Все, в общем-то, впитывается и уходит наружу. Так как этот лифт подходит для разных размеров груди, в том числе до 2XL, что является 54-му российскому размеру. Если посмотреть по размерной сетке на карточке товара, то там видно, что подходит даже для чашки D, что большая редкость. Здесь есть тройные крючки и здесь 3 ряда их. Но также продавец кладет еще в подарок расширитель, если вдруг не хватило в объеме. Такой лифт также продается и на озон. Он есть в бежевом и черном цвете, а вот маечки есть просто в огромном количестве оттенков. И белые, и розовые. И если вы хотите на толстых лямках, но я взяла на тоненьких лямочках бежевую в размере M. Я вам советую внимательно посмотреть и лучше заказать в пункт выдачи 2 размера, чтобы примерить, так как это же все-таки утягивающая вещь. Может быть, стоит взять вам на размерчик меньше. Хотя мой размер 46, ну 44-46 я ношу. Я так посмотрела сейчас уже дома. Думаю, надо, наверное, перекупить его в размере S. Хотя и M меня устраивает. Все-таки мне не нужно сильное такое прям натяжение. Иногда можно надеть такую майку, например, под лонгслив. Мне бы хотелось иногда это делать. А еще здорово будет сидеть под платьями. Знаете, некоторые платья, они бывают как-то прилегают слишком сильно там, где не надо. В общем, можно для корректировки фигуры, чтобы вещь, скажем так, сидела ровнее, надеть подобную майку. Некоторые такие майки носят просто на улицу, потому что есть вот с толстыми лямками. Я вижу, девчонки по отзывам очень хвалят. Вообще, столько положительных отзывов. Все в восторге от качества. Не смогла, в общем, пройти мимо этого товара. Самое главное, что такие утягивающие майки есть до 4XL. Это вообще здорово. Я вижу такие классные фотографии девушек. Как они круто корректируют фигуру. Тут главное, знаете, не перебарщивать, не покупать слишком маленький себе размер, чтобы всего было в меру. Также у этого бренда есть корсеты. Обратите внимание, что корсеты можно носить от 3 до 5 часов в день. И то это уже, когда вы дошли до такого уровня. Изначально лучше надевать на 30 минут, потом снимать и опять надевать уже через час, например, чтобы тело отдыхало. Я получила просто огромную мотивацию купить себе такой корсет после моего последнего ролика. Но на тот момент у меня уже были эти товары заказаны. Все уже лежало подготовлено. Но я думаю, в скором времени вы увидите у меня еще обзор корсета вот этого бренда. Потому что, когда я мерила корсет от Top Top, я почувствовала такую классную поддержку позвоночника. У меня так круто. Вообще были такие здоровские ощущения после того, как я сняла корсет. Я будто бы заново родилась. Я не знаю. Классно подтягивает живот. Как-то напрягает мышцы. Но да. Главное вот с этим не перебарщивать делом. Короче, восторг. У бренда также есть тейпы. Но у меня никогда не было тейпов. И если клеили когда-нибудь и находите в них плюсы, обязательно дайте знать мне в комментариях. Мне интересно попробовать. Но я, если честно, даже не очень понимаю, как это работает. Ну и ссылки, конечно, на корсеты и на майки и на все товары я оставляю в описании. Вещь, которую искали мы с вами всем телеграм-каналом. Заходите обязательно на мой телеграм-канал. Подписывайтесь и скидывайте ваши хотелки под последним постом. Давно я у вас их не собирала. Надо бы уже сделать прям отдельный, я думаю, ролик. Чисто с вашими вот этими ссылочками, чтобы проверять товары. Итак, здесь у меня накидка. Я зашла как-то в один день на Пиндерест. И у меня просто чуть ли не каждая фотография с этой накидкой. Видимо, мой телефон слышит у меня постоянно в каждом видео. Я говорю, ой, так люблю прикрывать руки. Короче, вот. Такая вот тема. Китайская, корейская, японская. Очень популярная. И мне скинули ссылочку, девчонки. Какая-то газета от гладильной доски. Ну, в общем, я думаю, что это, конечно же, перекупы. Из Китая очень много продает таких кофточек на Озон, на Вайлдберри. Абсолютно нет, да? Никаких упоминаний. А, смотрите. Они даже свою этикетку сюда пришивают. Да, и что? Тут тоже crazy написано. А, это тоже crazy. Yeah, I know it's crazy. Конечно, кофточка выглядит супер маленькой. Безусловно, это полиэстер. И я не собираюсь в этой кофточке очень много ходить. Скорее, это просто такая декоративная вещь, знаете. Иногда надевать. Ой, Мэри нашла. Пусть я что. Даю убрать. Сейчас вставлю вам тут примеры, покажу фотографии, которыми я вдохновлялась, покупая эту кофточку. Ну, это типа универсальная кофточка. Ну, она, конечно, такая прям малютка. Естественно, она идет one size. Я еще поищу какие-то другие получше качества. На Али, может быть, получится у меня найти. Если вы знаете, и у вас есть подобное хорошее, или, может быть, у российских брендов видели. Хотя, я думаю, вряд ли. Но если вдруг, то оставляйте обязательно свои ссылочки. Миленько, конечно, но надо с определенной одеждой надевать. Следующее, это супер бюджетный аксессуар для волос. И это такой вот бантик. Слушайте, так хорошо он сделан. Он стоил 250 рублей. Я сейчас поперкнулась, потому что я сказала, что он хорошо сделан, будучи в бумажке. Сейчас я его достала. Увидела этот бантик вживую. Он выглядит в два раза хуже, чем на картинке. Картинка прямо передо мной. Просто смешно, как иногда. Мнение меняется после открытия. Здесь клея много и каких-то маленьких ниточек. Ну, в принципе, это все можно убрать. Но я не в восторге. Был бы бантик чуть-чуть больше, было бы лучше. Но, нет, ну в целом. Ну, неплохо. Вот тут написано Love This. Можно было бы, конечно, убрать. Да? Можно? А, нет, не очень. Вроде как это симпатичный, да, элемент. Но, если честно, мне кажется, в образе это не очень, что есть какая-то там штучка золотая. Хорошо открывается и закрывается. Вообще, не нужно прилагать прям сильных усилий. Бывает такое на металлических крабиках. Хорошо будет смотреться с золотыми украшениями. Я вообще нашла такой подобный крабик. Только вот здесь вместо вот этой золотой ручки будет также сделана, ну, в общем-то, ленточкой. Обвязаны, я думаю, просто, может быть, ручки там были, ленточки. Честно говоря, еще пока не всматривалась, но тоже думаю заказать для обзора, посмотреть. Ну, выглядит мило. И следующая яркая розовая вещь, даже слишком яркая, практически фуксия у нас здесь. И это брюки из эко-кожи за три тысячи с половиной, тоже от Top Top. Что-то у них много было вещей на скидках на ВБ. Я не смогла пройти мимо, потому что, я считаю, они отражают просто весь барби-кор. Одни такие брюки делают просто весь образ. Они очень акцентные. Их можно просто надеть с белым топом и с белой рубашкой. Ну, я вообще все луки в этом видео буду примерять, скорее всего, с каблуками, потому что... Потому что, да, это барби. Как можно не надеть каблуки? Также они есть в белом и черном цвете. Я думаю, что такие брюки в черном цвете могут стать классной находкой на осень и зиму, потому что эко... Вообще кожаные брюки, неважно, какие они эко-неко, они идеально подходят на слякоть, потому что они особо не пачкаются. Ты пришел домой и протер их. Летом, конечно, в них очень жарко. Это просто для любителей яркого стиля такая находка. В целом стоимость нормальная для такого качества, потому что качество действительно комфортное. По размеру я думаю, что мне можно было взять на размерчик меньше, потому что у топ-топ такие, знаете, среднестатистические российские размеры, они... М-ка хорошая такая, хорошая у них всегда идет. Поэтому, да, эсочка, наверное, у меня сидела бы лучше на бедрах. Здесь есть спереди карманы, сзади их нет. У них полная длина на метр семьдесят. Если бы я не надевала каблуки, тогда они бы мне прям волочились, я думаю, по полу. Нужно надевать платформу или что-то такое. Чаще всего сейчас зимой я вижу девушек на улице в ботинках Челси с такой тракторной подошвой. И я думаю, что в целом можно такие брюки себе черного цвета купить уже на холодную пору, когда мы как раз-таки носим эти ботинки. И тогда для роста сто шестьдесят пять, возможно, они тоже подойдут. Но, конечно, на высоком росте будет смотреться лучше. В общем, не могла пропустить их, они такие здоровские. Ну, а как вам? Решились бы вы надеть такие брюки в розовом цвете и куда-то пойти? Следующее это шорты от Топ Топ. Тоже тут уже, видно, наверное, вещь сдавали, потому что шорты необычные. Они идут с супер поднятыми нижними частями. Вот, то есть это прям мини-шорты. Мне очень интересно будет их померить, как они будут на мне смотреться. Ой, я даже не ожидала, что они будут такого приятного качества. Они, оказывается, хлопковые. Я взяла их себе в размере М. Они также есть в бирюзовом и в черном цвете. И эта модель не супер популярна за счет того, что такой фасон, да, необычный, слишком экстра мини. Вот. Ну и поэтому, соответственно, цена непривычная для Топ Топ. Заказала я, на самом деле, чисто из-за цены, но из-за цвета. Цена всего полторы тысячи рублей. Реально для Топ Топ эта цена супер маленькая. То есть они до этого стоили, когда только коллекция вышла, пять тысяч. И еще к ним можно купить рубашку. Она тоже будет хлопковая. Слушайте, действительно, качество очень приятное. Прям очень хорошее. Но сами шорты, ну, не прям вау. Может быть, их сдавали, потому что здесь есть дырочка. Вот такая вот маленькая. Да, не очень хорошо, конечно. Ну что, шорты, да, за пять тысяч с дырочкой. Ну, за полторы уже простить можно. Но, конечно, нет. Как бы определиться. Что-то мне подсказывает, что мне эти шорты подойдут. Ну, посмотрим, как вам. Мне кажется, что этим шортам реально не хватает рубашки. И это был бы классный летний комплект. Особенно для пляжа. Прям натянуть его сверху купальника и зайти в кафе после пляжа. Ну, или идти в номер. Но рубашки, к сожалению, в наличии не было. Ой, сейчас порезала себе палец. Блин, надо аккуратнее с этим лезвием. Казалось бы, да, такое лезвие вообще уже у меня валяется. Сколько оно времени, но до сих пор оно супер острое. Итак, следующая вещь. Это мочалка. Я тут решила закупиться мочалками разными. Это китайская мочалка силиконовая. Люди в комментариях, в отзывах от нее в восторге. Просто говорят, очень хорошо очищает спину. Так, здесь у меня даже подарок. Слушайте, смотрите, подарок на русском. Действительно, удачи. А, я думаю, что это кладут уже именно продавцы в Азберис. Вряд ли китайцы. И мочалка вот так выглядит. Она силиконовая, и она предназначена для спины. Те, кто смотрит каждое мое видео, знают, что я борюсь со своей спиной, а именно с акне. Мне нужно хорошее очищение спины. Я также использую различную косметику, чтобы убирать пятнышки с рук. И у меня получается это. То есть это не просто так. Я реально вижу результаты. Стараюсь прям ежедневно ухаживать за кожей. И вот такая мочалка будет мне в этом помогать. Но это не единственное, что я заказала. Очень хорошие здесь выступы. Знаете, бывает, ты заказываешь какие-то такие силиконовые вещи. И они настолько приходят мягкие, что ты не чувствуешь абсолютно никакого трения. Поэтому да, отзывы правдивые были. Вот эти лапки толстенькие и при трении они создают прям такой хороший эффект, очищающий, массирующий. Конечно, можно делать и массаж ног, и обратной стороной, кстати, тоже. Девчонки писали, что можно классно улучшить, так скажем, кровообращение. И они используют ее для всего тела. На фотографии мочалка выглядела просто огромнейшей. Может быть, на видео кажется тоже, но на деле она прям хорошо так складывается. И еще одна мочалка в разных цветах. Там была первая фотография. Ну, такая эстетичная. Золото так круто сочетается с черной мочалкой. Но у нас в Ване нет ничего черного. И я решила, что... Нет, хотя у нас есть баночки. И, наверное, черное было бы тоже хорошо. Но нет, я решила, что это будет как просто черное огромное пятно. Некрасивое, белое, потеряется в ванне. И не будет выглядеть так громоздко, какая она есть на самом деле. Я ожидала, что эта мочалка будет в два раза меньше. На самом деле, я очень долгое время отрицала мочалки. У меня была одна, и вот мне ее хватало. Потому что меня тупо раздражает их вид. Ну и вот сейчас на Ватберисе вроде как нашла более-менее такие симпатичные. Чтобы не раздражали взгляд. Лучше уж пусть кожа будет абсолютно чистая, здоровая. И массаж действительно необходим нашей коже. Эта мочалка позиционирует себя как жесткую. Но, если честно, это не прям такая наждачка. Просто достаточно жесткие здесь вот эти ворсинки. Они закругленные. То есть, получается, она полностью вот так вот прошита. Мочалка, видите, она не сшита вместе, да? То есть, ее можно и так, и так. С двух сторон тоже можно держаться и мочарить все тело. Но думаю, что на ней будет хорошо пениться гель для душа. Ну, в общем-то, проверим. Потом как-нибудь в другом выпуске оставлю вам попозже фидбэк, какая мочалка понравилась больше. Кожу очистили. Теперь пришло время очистить лотки и все в доме. Потому что это средство для всего. И это кислородный очиститель от Brand Free, который я не устану вам рекомендовать. Потому что я действительно постоянно его использую. Я не знаю ни одного средства, которое также бы отлично справлялось с запахом лотков. Это то, что я делаю просто на регулярной основе. Я постоянно, когда очищаю лоток, ставлю лотки в ванну. И затем засыпаю Brand Free, заливаю кипятком. И запах просто моментально уходит. Лотки становятся просто идеально. Без запаха, в общем-то. Знаете, этот кошачий секрет. Его фиг выведешь вообще. Конечно, в скором времени я надеюсь, что мы купим для Мэри лоток, который самоочищающийся. И я не буду так часто покупать себе кислородные очистители. Но в любом случае покупать не прекращу. Потому что действительно очень удобно чистить и сантехнику одним средством, которое экологичное, безопасно для животных и для детей. Можно также этим средством обеззараживать и поверхности, и полы, и стены. Что угодно. Ну и самое крутое, что выводит из одежды различные пятна просто на ура. При этом не портит одежду, как какие-то жесткие средства. Такие, как, допустим, белизна, да? Которые могут очень страшно сработать на одежде. Это синяя пятнышка от свечи, которую мы зажгли. И воск капнул. И краска осталась на скатерти. Так вот, я не ожидала, что выведется пятно. Но скатерть полностью белая. И этого пятнышка я уже не нашла. Ну, я сейчас вам, конечно, могу вот так вот всю показать. Но надеюсь, что вы мне верите. Я очень рада, что удалось сохранить. Так как всего лишь одно маленькое пятнышко могло все-таки портить вид. Ну и, конечно, классно очищает обувь. Летом это просто самое то. Белые кроссовки или белая подошва становятся идеально белой после кислородного очистителя. Все, что нужно, залить в тазик горячую воду 90 градусов, опустить подошву вашу туда в таз и подождать 5-6 минут. После чего очистить кроссовки уже с легкостью. Ну и да, это очень круто. Если у вас кожа черная на кроссовках и вы знаете, что она может чуть-чуть нам потечь, будьте, пожалуйста, осторожны. Пусть кислородная очиститель не попадает на кожу. Просто можете заклеить, ну или там попробовать немножечко, да, нанести. Не вся просто кожа, конечно, начинает капать, но бывают случаи. Я также очищаю им сковородки и кастрюли. И, конечно же, каждый раз использую для противня. Если вы никогда не пользуетесь, обязательно закажите и попробуйте. Продолжаем мыться. И здесь у меня вот такая голубая мочалка для стены и вашей спины. Очень много видела видео в запрещенной социальной сети и в YouTube Shorts. Здравствуйте. Заходите, девушка. Тут вам сейчас скоро будем вкусняшки открывать. Здравствуйте. Кто пришел? Кто принес? Мэри уже целый день сегодня крутится вокруг ящика, куда я спрятала ей вкусняшки. Она так уже хочет быстрее их попробовать и вот наконец-то мыть. Пришло твое время. Наконец-то мы сейчас распакуем их. Но сначала посмотрим мочалку. Как вы видите, она упакована. Я еще не тестировала ее, но все будет понятно при прикосновении, как и с той розовой мочалкой. Короче говоря, здесь очень много вот таких вот присосочек, как у осьминога. Да, очень интересная вещица, да. Я взяла себе такую в голубом цвете, очень нежный оттенок. Мне кажется, классно будет смотреться в ванне. Смотрите, здесь некоторые вот эти вот штучки длиннее, какие-то меньше. Которые меньше, вообще кажется, как будто ножницами так прошлись. Которые меньше, они пожестче. Которые высокие, они уже идут мягче. А в целом, вот эти все ножки, скажем так, они мягче, чем у мочалки. Но не слишком мягкие, как бывает на перчатках, знаете, такие, которыми мыть посуду. Вот. Мэри прям очень нравится. Эта вещь, она прям не может остановиться ее нюхать. Такое количество присосок однозначно будет хорошо держать эту мочалку на стене. Сегодня буду ее пробовать и напишу вам отзыв вот здесь вот, как мне понравилось или нет. Но почему-то я уверена, что мне понравится. Спину надо хорошо тоже массировать, уделять этому месту тоже внимание обязательно. И, конечно же, если будете мазать кремом спину, кремом для тела почаще, то и спина будет мягче. Кожа будет гораздо лучше там. Итак, следующая вещица, это вот такие две мочалки. Знаете, я была не сторонница никогда подобных мочалок, но после того, как я купила лейку для душа с фильтром на озоне, там была в подарок такая мочалка. Я распаковывала эту лейку вместе с вами. Шикарная лейка, классные фильтры, круто задерживают воду грязную и выдают чистую. Вода становится мягкой, бархатистой, просто бомба. Ну, и этой мочалкой я попробовала всё-таки на мылице. Кстати, это произошло вообще недавно. И мне понравилось. Я в шоке. Я такая думаю, боже мой, я всегда смотрела на людей, кто пользуется такими мочалками, как-то странно, потому что я не понимала. Я, ну, пробовала, и до этого мне вообще как-то не заходило. У меня такого эффекта пены не было. А тут... Я что-то, видимо, гель для душа у меня хороший, не знаю. У меня столько пены из этой вот мочалочки образовалось, что я в шоке. В общем, очень мягкое очищение, и решила заказать себе вот такие. Вот там такие были красивые картинки у продавца. Было белое с розовой и белое с серой. Я подумала, что белой буду пользоваться я. Всё-таки мне нравится именно такая форма, так как она не расплащенная, знаете, вот так вот в разные стороны. А она собранная, как цветочек. Мне кажется, это гораздо удобнее. И пенится будет так же хорошо. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Хотя, может быть, и нет, потому что в моей розовой всё-таки такие вот, знаете, губочки присутствуют, которые как раз-таки задерживают гель для душа. А здесь их нет. В общем, тоже напишу свой отзыв. Сейчас всё пойду тестировать. Ну, а серенькую заказала для Максима. Всё-таки было бы странно ему розовую заказывать. А розовую, так как у меня уже есть. Так что вот так вот. Такая вот покупка. Мочалки, кстати, стоят очень дёшево. И они очень эстетичные. Следующая летняя покупка – это вот такой топ-от, топ-топ. Асимметричный топ, который классно прилегает к телу. И я думаю, что, ну, надеюсь, у него состав точно такой же, как и у Боди. И я заказала себе размер S. Вот Боди советую заказывать свой размер. Там размер M, допустим, у меня. Потому что вот, ну, на груди он должен хорошо сидеть. Грудь не должна вот так вот подниматься. Но вот Боди можно взять и размер S, потому что Боди хорошо должно тянуться. Вообще ткань классно тянется. Вот. И он должен хорошо вас обтягивать. Ой, хорошее качество, хороший цвет. Прям вообще очень мне нравится такой оттенок розового. И как вы видите, здесь вот такая одна лямка. Идёт вот так наперекрест немножко. И сюда нужно, конечно, надевать либо подсвиты, либо уже лифчик бандо. Который как раз-таки я вам показывала в прошлом выпуске с ламодой. Поэтому смотрите, там у меня пришёл такой хороший тоже лифчик. Просто великолепно сидит на коже. Но в целом, если вы не носите бельё, тут есть вот такая подкладка, которая, ну, создаёт такой слой. И, соответственно, грудь не просвечивает. Такой ободе будет классно смотреться с джинсовыми шортами. Ну и, конечно, можно сочетать и с прошлыми шортами ярко-розовыми. А вот на это платье, как долго я смотрела на ламоде, это просто капец. Я постоянно наткалась на него. Оно в рекомендациях мне выдавалось. Здесь очень нежный такой пастельный оттенок. И тоже уже возвращали это платье много раз. Интересно, как оно будет смотреться на мне. Оно не бюджетное. Оно стоит около 6 тысяч рублей. И долгое время оно было выставлено за 8. Для кого-то это платье очень нарядное. Для кого-то оно просто повседневное. Да, тут кто как вот посмотрит на него. Можно надеть какие-то красивые украшения, колье какое-то, да, с такими вот алмазиками. Ну и уже можно куда-то вечером пойти в ресторан, например. А можно просто после пляжа надеть. Ну или выйти на прогулку в парк. Для меня это платье очень воздушное. Просто как зефирка себя в нем чувствуешь. Очень яркое. Ну и очень летнее, потому что ткань приятная. Это платье точно не для 40-градусной жары. Потому что, хотя оно из 100% хлопка и ткань такая, вот как и у этой рубашки. 100% хлопок, я думаю. По крайней мере, такие ощущения. Ну сейчас проверим. Ух, вот это юбка. Подклады тоже приятные, слушайте. А состава будет? Сегодня без состава. У этого бренда достаточно объемный крой. Поэтому, если стоит выбор вот между XSS и ML. И если вы параметрами как я, то выбирайте XSS. ML у них прям талия большая. И если вот идет такая резинка на талии, то, конечно, обязательно выбирайте XSS. Платье очень хорошо растягивается в этой зоне. Ну и в целом, как вам? Такая зефирка, тортик. Настоящая Барби. Я, пожалуй, начну с самого неинтересного для Мэри. Хотя, мне кажется, ей уже за целый день интересно абсолютно все здесь. И это вот такой вот мячик. Мне кажется, я могу бесконечно вам показывать много раз кислородный очиститель. А также вот эти игрушки для Мэри. У меня постоянно одни и те же заказы. Она портит эти игрушки, съедает эти вкусняшки, которые я вам дальше покажу. И я заказываю это снова. Но если вещь хорошая, почему бы мне ее не показывать много раз? Ведь у меня 50% зрителей, которые просто заходят без подписки. И я уверена, это просто люди из рекомендаций. Так что, да, ребята, я надеюсь, вы не устали, мои постоянные зрители. И это у меня вот такой вот мячик мягкий. Не знаю, почему у нее такая тяга к ним. Но, да, напишите в комментариях, кстати, какие игрушки любит ваша кошка или собачка. Какой у ваших фаворит. И, в общем-то, это такой мячик, который сдает звуки. То есть, это непростой мячик мягкий. И вот здесь у меня розовый с пением птичек. И вот она, моя хищница, уже идет к нам. Сюда вот в кадр посмотреть, что это такое. Все, что нужно сделать, ударить эту птичку, и начинается звук. Также этот звук можно выключить. Такой мячик я уже показывала в голубом цвете. Там у меня жабки пели от этого же продавца. И здесь идет очень хорошая мята. В прошлый раз Мэри была в восторге от этой мяты. Ее нужно засыпать вот сюда. Здесь есть пластиковая такая штучка, где можно поменять батарейки, чтобы птичка заново хорошо пела. И мята здесь просто отличная. Мэри вообще как наркоманка просто за этой мятой может вот так вот по кругу ходить. Очень ее любит. Вот, посмотрите, видите? Ой, ну что это такое? Ой, ты моя зайка. Моя любимая. С мятой тоже нужно быть осторожней, потому что кошка все-таки перевозбуждается, если ее слишком много. Но по чуть-чуть это даже полезно. Прямо как с корсетами. Если сейчас я, правда, ее открою, у нас тут птичка будет петь просто все видео. Почему я заказала уже так быстро? Эту птичку я не сказала, потому что жабку мы закинули за шкаф в Краснодаре, и она там и осталась. Насыпем чуть-чуть меты. Закрываем. Она мурчит. Нравится. Идем по возрастающей к экстазу Мэри. Следующее это вот с такой, кстати, упаковки. В этот раз пришло. Это ее вкусняшки от бренда Grisgo. Это бренд, который выпускает всякие сладости для кошек и собак. Смотрите, они прям улучшили упаковку. У меня обычно просто приходила вот такая упаковка без дополнительной упаковки. Это легкая, мелкая, экстра легкая, говяжья. Подходит и для кошек, и для собак. Я беру самый маленький размер XXS и даю Мэри как сладость. На самом деле это просто здорово, что дополнительная упаковка есть, потому что обычно, когда мы только приносили пакет с Wildberries, кошка приходила в восторг уже с порога и начинала разрывать нам пакет. И вот сейчас даже через этот вакуум все. Все, начала чувствовать. Сейчас оторвем ручку. Я не знаю, куда бежать, куда бежать, что просить, где этот аромат, что-то злокумое. Уже очень давно не покупала ей. Тут еще магнитик дается. Надо собрать всю... А, это не магнит, это пазл. Нужно собрать пазл и выиграть какой-то приз. Иди сюда. На, на. Ой, ой, ой. Ой, посмотрите. Запах-то родной, родной. Любимый. И еще любимая вкусняшка. Ну, тут у нас обновление. Появился хвостик кроличий. Вот с такой погремушкой. Теперь еще в комплекте, чтобы было еще интереснее играть. Этот бренд пользуется популярностью на Wildberries. И до сих пор очень много вопросов от знакомых. А что этот мех может кошка съесть? И ничего ли страшного? Нет, ничего страшного. Потому что животное все-таки хищное. И они едят мышей с мехом. И также едят и кроликов с мехом. Поэтому абсолютно все нормально. То, как быстро съест кошка этот хвостик, зависит от того, в каком она сейчас состоянии находится. Если у нее стресс, у нас, например, гости, то тогда она даже не подходит особо к этому хвостику. А если все спокойно, она не кушала вот эти вкусняшки днем, особо не ела, например, да, у нее такое настроение, то инстинкт хищника просыпается ой как. И она может такой хвостик просто слопать за вечер. Но она, конечно, любительница у нас порастягивать удовольствие на два дня. Вот именно за этими хвостиками она сегодня целый день пыталась залезть в шкаф. Ну и, собственно, я вот сейчас смотрю по настроению. У нас только вчера уехали гости. Я думаю, что инстинкт охотника, вон, посмотрите какой. Он прям на уровне высоком. Ищи, охотница. Ищи. Куда я положила? Надо было смотреть. Куда положила? Здесь. Постик с игрушкой идет за 165 рублей без игрушки, за 118. Тот, который с игрушкой идет значительно меньше, где-то в два или полтора раза примерно. В общем-то, момент с игрой будет дольше, но насыщение меньше. Хотя это как посмотреть, да. Есть ли среди моих зрителей те, кто обожает магазин Кюхенленд? Если есть, отзовитесь в комментариях. Может быть, нам стоит сделать с вами выпуск чисто по Кюхенленду. Слушайте, я просто вообще фанат магазина, особенно в преддверии Хэллоуина и в преддверии Нового года. Там классные находки, там и так, конечно, много всего интересного. Выпуск, конечно, получится дорогим, но, наверное, оно того стоит. И здесь у меня покупка. Это зеркало, вообще это подарок от моей мамы. И это зеркало, которое они купили сначала себе, я потом у них увидела дома и попробовала. И подошла к нему и офигела просто. Это зеркало Ultra HD. Я его так назову. Здесь супер приближение. И такого качества я реально не знала, что у зеркала может быть такое качество. На самом деле, речь сейчас не о нем. Дело в том, что я в Краснодаре, когда была у них, я забыла поисоски. Вот, здесь видите, три дырки. И это зеркало можно вот так вот приклеивать, получается, к своему основному зеркалу. Или если у вас есть зеркало-крутилка, это такая обычная, то можно сверху вот так прикрутить. Ну и, собственно, с одной стороны у вас будет вот такое Ultra HD зеркало. В общем, его суть в том, что оно очень сильно приближает и великолепное качество. Видно просто все, даже то, что не должно быть видно. Так, заказала вот такие вот присоски. Сейчас проверим, подойдут ли они или нет. Так, мне нужно три штуки. И не идеально, конечно, держится, но держится. Да, нормально. Трэш. Следующая потрясающая, на мой взгляд, вещица, это планер. Просто наипростейший, большой, настольный. Увидела я его одной блогерши и влюбилась. Я вообще тот человек, который пока не напишет список дел, не приступает к этому делам. Потому что у меня, знаете, очень много в голове мыслей постоянно крутится, вертится. И я не скажу, что это всегда хорошо. Иногда меня это сильно сбивает, и я как будто бы не могу сконцентрироваться. В общем, концентрации немного не хватает мне. И как раз-таки написать список дел, даже бывает самых банальных, мне просто помогает сделать больше и направить мои мысли более узко. Ну и, в общем, вот такой планер прикольный. Мне кажется, очень поможет мне. Вообще, мне вечно в ежедневниках, которые уже отрисованы, не хватает места. Слишком маленькое пространство. Вот, допустим, понедельник. Я не могу все свои задачи там написать. Еще часто бывает такое, что задач так много, что, ну, ты не понимаешь, какие из них приоритетны. И вот, где написано главные цели и важные задачи, это вообще замечательно в плане работы. Здесь еще на каждой листочке написано, каждый малейший шаг имеет значение. Да, с этим я абсолютно согласна. На телефоне у меня сейчас вот такой розовый чехол. Интересный, с такой плавной формой. Хочу сказать, что, да, конечно, эта часть, как и все прозрачные чехлы, быстро желтеет. И когда она полностью пожелтеет, мне придется уже заменить его. Прошел месяц и уже, конечно, сильно потемнел. Но вот эта розовая часть вообще не пачкается. Она глянцевая. Прям меня очень устраивает этот чехол. Легко нажимаются кнопки. Блин, рекламирую его так, как будто бы он сейчас есть на ватбрис. Но, к сожалению, его нет. И если вдруг вы видели такой чехол, ссылочку, пожалуйста, отправьте или артикл. Потому что я хочу еще такой только белый. Я реально не могла найти такой белый. Ой, а что это такое? Случайно заказала, смотрите. Маленький чехол себе. Он вообще для другого телефона. Ну, ладно, придется вернуть. В общем, нашла вот такой прозрачный. Слушайте, ну я не буду разворачивать. В общем, он тоже с такими вот волнами, только полностью прозрачный. Но не для моего телефона, к сожалению. Чем я смотрела, непонятно. А это для моего, это для моего. Это просто прозрачный белый чехол. Вот так выглядит прозрачный чехол. Классно, что здесь есть вот такие вот маленькие бамперы, скажем так, на углах. Это действительно может спасти телефон во время падения. Когда был бы полностью, если бы бампер, меня бы тоже это устроило. Также кармашек мне не нравится на чехлах. Ну, мне все равно, когда другие ходят. Но лично я такое не носила бы, потому что меня это раздражает. Хотя была мысль купить с кармашком, но просто я бы там карту не носила. Может быть, бы фотографию, конечно, полароид. Было бы симпатично. И постоянно ее менять каждый месяц. Блин, кстати, прикольно. В целом о том, как быстро меняется мое мнение и мои мысли. Это что, кофе? И сколько я так сидела? Бренд фли мне в помощь. Ну и свину-то, конечно. Продолжаем эксперименты. И сегодня покажу вам еще вот такие линзы. Это линзы уже светло-коричневые. Я говорила в одном из своих видео. Хочу, что хочу попробовать такие. Мне кажется, будет классно чуть-чуть сделать светлее мои глаза. Мне действительно это очень интересно. Если зеленые и голубые, ну слишком яркие. И все-таки я вижу, что они естественно смотрятся ненатурально. То светло-голубые, я уверена, будут смотреться натурально. Вы мне советовали линзы от бренда Эндрия. Я обязательно их тоже попробую, куплю. Вы все писали, что они хорошие. Я купила только жидкость для линз от этого бренда. А вот линзы еще не пробовала. Но на тот момент уже купила вот эти. Называется Анжелина. И здесь линзы идут вот в такой коробочке, в пластиковой внутри. Идет к ним контейнер. А также идет пинцет. Вот этого специального пинцета, которым надевать линзу, здесь нет. Линзы очень такие нежные, очень светлые. Прямо будут работать еле-еле. Прямо слегка на глазу. Я уверена, что будет классный эффект. И если честно, мне хочется прямо сейчас их надеть. Так как я заканчиваю это видео и уже скоро пойду умываться. Я умею хорошо надевать линзы, поэтому я думаю, что ничего страшного, 5 минут не будет. Ну я имею ввиду, что с макияжем я их сейчас надену. Итак, посмотрите издалека. Сейчас я надела вот эту линзу правую. Вот так выглядят мои глаза. Стали более светло-коричневые. Сейчас заходил в магазин и сказал, что, конечно, свет отражается сильнее, где линзы. И он знает мои глаза хорошо, и поэтому он сразу видит, что я будто бы как робот стала. Но на самом деле, если бы он меня не знал, как он сказал, то он бы, возможно, подумал, что это вообще настоящие мои глаза. И действительно, да, выглядят натурально. А вот так смотрится уже полноценный образ. Две линзы. Ну что хочу сказать. В целом линзы приятные. Их легко надевать. Ну я умею, в принципе, быстро надевать линзы. Поэтому, возможно, у меня нет, знаете, такого эффекта. Но он есть, если долго я не надеваю. То есть я чувствую чуть-чуть дискомфорт во время того, как ты пытаешься его надеть. А потом быстро очень отпускает это. И уже приноровишься, перешагиваешь туда, знаете, в порог. Когда ты чуть-чуть как будто бы боишься себе в глаз тыкнуть этой палочкой, да. А так вообще супер ощущение. Главное еще самое это надевать линзы правильно, правильной стороной. Две стороны у линзы. Тяжело понять, какая из них. И я не могу понять. Я понимаю, когда я уже надела линзу. Если она как будто бы вот так чуть-чуть выпирает, как будто бы стоит на вашем глазу. И вы чувствуете небольшой такой дискомфорт. Значит, скорее всего, это неправильная сторона. Вот прямо сейчас то же самое случилось вот на этом глазу. И я сразу ее сняла. Сразу быстренько переодела правильной стороной. И сейчас чувствую себя абсолютно комфортно. Самое главное, что у этих вот коричневых линз классно то, что вот центр он больше и видимость лучше. Я не чувствую себя как будто, знаете, вот в этих вот оковах. Или как называется, забыла, у лошади. Ну и также здесь нет радужки вокруг, что делает глаз обычного размера. Ну видно, что он чуть-чуть как будто бы больше. Ну вообще слегка-слегка может быть. Вот не люблю эту радужку. Прям кукольные глаза делает. А хочется вот прям натуральные. Хочется найти больше таких натуральных линз. И знаю, что такие есть у корейских брендов. Но что-то я пока не знаю этих брендов. Надо будет поискать. Спасибо за то, что смотрели его. Несмотря на этот казус. Надеюсь, он вас не сильно раздражал. Котенок мой обнюхал уже тут все товары. Мы желаем вам хорошего дня. Независимо от того, какое сейчас время суток. Мечтаю действовать и никогда не останавливайтесь. И всего вам самого светлого. Пока-пока. Пока-пока.